Если на три курпешки уходят не более трех дней, то на хорошую вышивку можно потратить несколько месяцев. И вот, когда приданное готово, начинаются настоящие хлопоты. За пару дней нужно испечь угощение на несколько сотен человек, ведь гуляет всем селом. Это и обязательные на свадьбе чак-чак, плов и котлома-перемыше. Символ достатка в семье. Сегодня мы будем готовить котлома-перемыше, ногайские пирожки с мясом. Набор ингредиентов почти такой же, как в рецептуре приготовления кайнаров. Кстати, название продуктов в ногайском языке созвучно с казахскими и татарскими словами. К примеру, в ногайском соль звучит как тос, а в казахском дос. Или сахар, в ногайском щекер, а в казахском секер. Ну а секрет приготовления котлома-перемыше заключается в том, что тесто укладывается в два слоя. И добавляется очень много масла, в отличие от кайнаров. А мне можно попробовать? Конечно. Пожалуйста. Сжимаем как рюмочка. То есть у нас получается песочные часы. Да, да, да. Так, а дальше? А дальше вот так, как лепешечку. А, то есть обратно складываешь? Да, да, да. Складываешь вместе. То есть изначально мы две лепешки, тонкие теста, мы сложили между собой, потом скрутили, порезали и сделали вот такую штуку. Да, еще повторить. Вот это повторить. А что это дает? Ну это, видит, слои выйдет. Слои, чтобы у нее показывалось, когда мы испечем, чтобы слои вот эти, которые пирожки... То есть тесто воздушное. Воздушное, да. Так, далее что мы делаем? Все. Все в одном месте? Да, да. И переворачивать его постоянно нужно. Да, да, да. Вы нибудь вот это сделали вот так, вот так вот прижимайте, чтобы она, когда будет пищься, Она, чтобы не открывалась. Понимаете? Понял, понял. Так выходит. Раскладываем перемеши на противень и ставим в духовку на 40 минут. Кстати, противень и сковородка в нагайском, татарском и казахском языках называются одинаково. Таба. Это еще одно свидетельство родства степных культур. Перемеши обязательно нужно есть горячими. Считается, если они остынут, то потеряют свои вкусовые качества. И действительно очень вкусно. Рекомендую. А собой дадите? Конечно, конечно. Спасибо. Приготовленные яства женщины раскладывают на подносы, заворачивают в платки и отправляются с подношениями в дом жениха. Туда же ведут невесту. Но перед тем, как вступить в новую семью, девушка должна пройти особый обряд. Обряд посвящения огнем. Сейчас вы увидели уникальный элемент свадебного обряда, сохранившийся лишь у немногих народов на планете. Кроме того, и среди ногайцев он практикуется только в этом селе. Невеста будто умирает для своей семьи и возрождается уже в семье мужа. Невеста входит в дом будущего мужа. Свекровь стелет ей под ноги белый платок. Символ того, что девушка переходит в новый статус. Она становится женщиной. Невеста занимает свое место среди новых родственников, которые в это время осматривают подношения. А вот апогей церемония. Наконец, мать жениха зажигает лампу. Зажженная лампа сообщает, что невеста, погибшей на костре, возродилась в семье жениха. Ее приняли. Но местные жители говорят, что огонь – это всего лишь символ очищения от сглаза и влияния нечистых сил. А о смерти здесь и речи не идет. На самом деле, действия, связанные с огнем, это не что иное, как элементы древнего обряда посвящения девушке в женщину, невесты в жену. И самое удивительное, что эта древняя традиция не только сохранилась, она живет. Как говорится, вот в такой форме, в которой действительно в селах до сих пор ее принимает. Потому что во многих свадьбах, я знаю, даже молодежи, вот пожилые люди в основном стараются этот обряд нашим молодым, нашим поколеям это преподнести. Если традиция осыпать невесту деньгами сохранилась не только у нагайцев или у татар и казахов, а почти у всех народов мира, то то, что вы увидели, нужно еще поискать. Толугановка в своем роде уникальное место, даже потому, что здесь сохранились древний элемент обрядов, в которых нет других селениях. И сюда стоит приехать только ради того, чтобы окунуться на несколько веков назад. И самое главное, местные жители готовы стать проводниками во времени. Приезжайте и путешествуйте. Пока. Утро. 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 А вот типичный пес в Толугановке. Понимает и русский, и нагайский, и татарский, и даже казахский языки. И выполняет все команды на всех четырех языках. Так как тебя зовут? Алексей Дубровскому. Утро. 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 Аб pl 한다.